нет ниже какой ты приятный да вижу что пошло парка когда ты включался здесь не говорили что я тихий сильно тихий сильно сейчас это в принципе я с этим наверно разберусь если чем ну вот я тебя чуть-чуть поднял часто должен быть прям вообще прям вообще да есть есть контакт прикинь чья народ как охереет два часа ночи кто пришел зачем а мы не меняли название же на канале поменяю все что надо то у меня нет а мне поставить 10 плюсов или это типа неправильно 10 плюсов да да не надо тогда один так джилет пошел нормалек хорошо ага вижу пип бой пип бой это это человек который смотрит все блин я взял себе специально лайм и сделал лед и я уже выпил 0.75 я не пользовался ничем из этим из этого стоп гейм лав в чате смотрел анимационный фильм шрек из лайф шрек из лав вернее шрек из лайф не знание потрясающее зрелище лучший мультик лучше всех пиксаров всех диснеев прям за душу берет и в чем там соль я тебе скину ты должен просто сам посмотреть и знаешь каждый выносит гадир не машине мы про но я бы не сказал что это пидорство я тебя понял я открыл твою ссылку но я по превью картинки все вот до пи первые третьи эпизоды шрек из лайф шрек из лав они прекрасны только не стрим их мне не буду а кстати да надо наверное потихоньку собираться на войну чё за херня пишет на наш канал жена основной подписаны на хера людей прикинь работяги сейчас у кого громкий мобильник и да я прекрасно я прекрасно понимаю что это такое потому что я подписан на твой сраный канал я помню каково это было весной я такой уж сплю смотрю как во сне джессика альба делает мне приятно и только максим начал блять стримить ассэсин скрид охуенно просто блять за то о чем я мечтал поддерживал меня да я такой вставал со скрипучей спиной отвисшим пузом шел смотреть какого хера там максим говорит делает и что не жалел же об этом мне очень было интересно как ты блин блин уйдите уйдите как ты собираешь сундучки я в итоге все собрал между прочим да в какие абсолютно сосен как он назывался рок 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 как как рок не знаю у снэйка в мгс тип того так ну из чата я выключаюсь ты там будешь ну да не стану отвлекаться потому что у нас тут тактика щит имба горят щит но я бы не сказал что имба просто против него надо аккуратненько очень бороться ну пока не очень понятно что здесь балансом я бы не сказал что щит это такая вот и имба им бушка куда больше им производство кластерный заряд уже капсом просит рассказать корать и насчет игра зоро какова его дальнейшая судьба В последнем выпуске говорили, что сворачиваем все на летние каникулы. Ну, летние каникулы у нас, понимаете, они дольше, чем у всех. Его судьба зависит от того, сколько людей из вас отключат Adblock на stopgame.ru. Типа о, да. Игрозор он как бы есть, но как бы и нет. Он сейчас такой в лучших традициях Шрёдингера. А чем ты сейчас в Бакарде запиваешь, или ты продолжаешь? Я мешаю с Coca-Cola Zero без калорий, то есть я худею. А, ты уже два года худеешь. А ты в спортзал ходишь? Ну, да, и значит, вот как и не я, я хожу в спортзал. И как бы, ну, после того, как я сходил, надо себя вознаградить. И ты как бы... И я себя вознаградил пивасом, там, пиццей. И вот вечно и не я, и не я борется. Идеальный баланс, короче. Да, да. Ну, главное, чтобы удовольствие было. Его очень много, прям сплошное удовольствие. Мы, кстати, не просто так здесь стримим. Донатьте, донатьте мне на Until Dawn. И мы пройдем его тогда в прямом эфире. Реально, я... 139 гримых сейчас проснулись из-за оповещения. Давайте, давайте. Денег нет, вот реально, Until Dawn. Давайте пройдем вот с Максимом по пятницам. Он еще об этом не знает, но мы будем играть в Until Dawn. Чё это ты какой инициативный стал? Ты ж устал там изо всех сил. Не, я тебе говорю, я очень устал, когда МГС проходил. Я мечтал о том, чтобы поиграть в Until Dawn. Это до этого, когда ты заплакал и ушел из-за грозора и пятничных стримов. А, так я ж отдохнул летом. То есть все-таки отдохнул. Да, отдохнул замечательно. Очень про... Ну, ты видишь, я, блядь, рецензию на МГС написал, алло. Ради этого стоило отдохнуть. Ради этого, да. Именно ради этого я и отдыхал. Ой, 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 сейчас будут струлять в меня. Нет, не видит меня человек. Дурачок. Ладно, поеду дальше. Тут в чате есть человек, который на 100% прошел Бразерхуд, Ревелэйшнс и Рок. Ну и... Ревелэйшнс, чтобы пройти на 100%, по-моему, там нужно использовать бомбы. Как раз те самые, которые... Низачем не нужны. Чуваки, куда вы полезли? Давайте в подвал. Насчет от Блок. Прочитал статью от Лени, но все равно не понял, вам платят за посещение вашего сайта с рекламой или тыканье на нее. Ну, если ты не понял, что ты прочитал статью не от Лени, то перечитай ее и... И, может быть, яснее станет. Платят в зависимости от того, как покупали. Кто-то за конкретные клики, кто-то за просто просмотры. Ну, надо понимать, что вот эта тактика, она на самом деле дурацкая. Я сейчас пойду, покликаю по всем баннерам и так буду делать каждый день, каждый час. Это мало чем поможет, потому что рекламодатели, они тоже не дураки и прекрасно понимают. Нет, 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 нет. Вот именно, да. Вот примерно так они реагируют, когда вы кликнули на баннер, зашли на их сайт, а потом нажимаете сразу же на закрытие этого сайта, они издают вот такой звук, как Костича. Да. Блин, их четверо рекрутов. У нас трое не рекрутов. Сложная игра. Ну, вообще, кстати, не знаю, если кого-то интересует вообще Rainbow Six Siege, она очень сильно изменилась со времен Альфы, которая была там, не знаю, в мае. Мы, кстати, с Максом ее как раз и стримили. То ли в мае, то ли в июне. Не с восторгом. Вот, реально кардинально переменилась. Я помню, как тогда, короче, я, ну, шел вот, и как будто в киселе каком-то вот плыл, перемещался, пытался прицеливаться. Все это было так омерзительно и отстойно. Какие-то баги были графические. Все, вообще, починили, переделали. Здесь теперь нормальная стрельба, нормальный мувмент. И это прикольно. Очень сомневаюсь, что Сидж хватит надолго, потому что здесь очень долгий, долго-долго, долгий матчмейкинг. Но прикольно, прикольно играется. Мне нравится. Ну и опять же, Сидж надо брать вот компанией, как минимум, из трех человек. Сидж хватит надолго, чтобы было слышно со смаком. А ты как мужик. Значит, да, придется без этого. Занюхивай носком. Носком. Котом буду занюхивать. Или так. У меня теперь их три, блин. Здорово. Ты теперь как сильная и независимая женщина. И в чем взаимосвязь? Чем больше кошек, тем более независимый ты. И тем более ты женщина. Ну ты мемасик, Максим. Ну ты че? Ну ладно, я просто комментарии читаю. Кто говорит, я вот помню, когда вас спрашивали, куда занести добровольно деньгу, а я отвечал, ну в смысле ты, в смысле я, что никогда такие времена не настанут. Вот они настали. Ну мы же с Максом часто пиздим, вы че? Во-первых, да. Во-вторых, я насколько помню, когда я отвечал конкретно, что не будет такого, имелись в виду подписки. Подписок у нас действительно не будет никаких. А насчет доната, ну он уже давно... Не, не, мы отвечали, что мы никогда не опустимся до такого дерьма, как доната. Было такое, да. И вот мы опустились. Ну и такое бывает. Я этого не помню, значит не было. Ну ладно, допустим, помню, неважно. Так что, не стесняйтесь. Заносите денег на антилдон. Самое главное. Назовем эту акцию антидно. Антидно, да. Прекрасная. Прекрасная лингвистическая шутка. Че там, все. Rainbow Six сломался. А ну все уже просекли фишку, что если мы сейчас пиздим, что не будет подписки, то завтра ее ведем. Не, не, что вы. Ни в коем случае. Никогда такого не будет. Вот подписки точно никогда не будет. Настолько опуститься мы не можем. Ну вот для этого вам придется задонатить. Да. Так, да. Походу, походу сломался Rainbow Six. Причем сломался Hardway. Максим, видел ли слитый сценарий шестого сезона Престолов и видел ли фото мертвого героя на съемках? Нет, не видел. Зато я видел в аэропорту приехавшего на съемки Кикита Харрингтона. Да, по-моему, живых видели больше. Фото мертвого героя. Ну и Мартин там, по-моему, сказал, что типа не, я не убивал этого. Станиса. Ну да. Вернее, как там, его спросили, жив ли Станис после конца прошлого сезона и он ответил так совершенно конкретно, что у этих там лохов я не знаю, а у меня в книжке точно жив. Правда, потом, по-моему, в ЖЖ в комментариях опровергал, сказал, что оговорился и имел вообще в виду не то. Ну, короче... Ну, короче, живы и Станис и Сноу. Не, ну, Сноу не знаю, там вообще очевидно, что он жив, потому что он самый прикольный персонаж. То есть, как бы, философия сериала, философия сериала, но Сноу просто нельзя убивать, потому что он самый клёвый. То есть он должен на железном троне-то сидеть, да? Ну, я не знаю, кто... Не важно, будет он сидеть на железном троне или нет, важно, чтобы он оставался живым. Потому что он самый прикольный. Прикольный Карлик, что ли? Ну, ну, понимаешь, Карлик, он больше по части Говорилова, а вот Сноу, он по части не только Говорилова, но и экшена. И грустной физиономии. И грустной физиономии, что очень важно для сопливых девочек и меня. Потому что у него есть волк, конечно же. Так что Сноу, он живой, это 100%. Так, пойду гляну, что ли у нас там на туре по сериалам. Вот скоро второй сезон больницы Никербокер, вот что я жду прямо изо всех сил. Потому что Никербокер прекрасен. Ты смотрел больницу Никербокер? Нет, ты мне форсил на это. Это очень зря. Больница Никербокер, она топовая. Я ненавижу докторов и больницы. Да он кокаинщик и наркоманщик. А, ну тогда нормально, ладно. Да. Реально, очень здорово, сказать, за последние, не знаю, много лет это первая премьера, которая вот, как говорится, знаешь, зацепила и не отпускает до финальных титров. Я все собираюсь, но никак не соберусь этих посмотреть. Наркос там этот играет с выдавленными глазами. Да, да, да. Паскаль, педро. Нет, ты лучше Никербокер посмотри. Не Кильбэк? Ну, не Никербокер. Ну, у него даже название турации. Не, брось, чувак. Реально, вот этот топовый сериал. Ну, найду, наверное. Блин, чуваки, убивайте, убивайте, суки, блядь, сейчас найдут. Спрашивают надолго стримы, ныне-нибудь. слили, блядь. Пока Костя не допьет, короче. Ну, вот, короче, если не ты играешь за Мюта, то все. В смысле, если не я. Господи, я уже не вижу просто. Так, так, бронежилет. Сейчас, не слиться сразу моя главная цель. Ну, куда ты нас запер? Блядь, нет, 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 спаси меня, спаси меня, спаси меня, ну, блядь, чё ты это? Чё-то вообще реально просто в говне. Предпочитаю думать, что это на самом деле не я. Блядь, просто, просто всех нахрен блядь. меня сопельки потекли. Вот видишь, что бывает, когда долго что-нибудь такое не стремится. на втором месте, тем не менее, в наших товарах. Случайно, они все сонные. Я трусь мошонкой об твои, об твой противогаз, спаси меня, мьют терять свою полезность, потому что враги все равно по логике поймут, где объект, расположение людей. Нет, чувак, ты не прав, потому что все зависит от того, где ты расположишь свои передатчики. если ставить их прямо возле бомбы, тогда враги поймут где. Если размещать их в начале лестничных пролетов и в тех местах, где могут заехать вот эти боты вражеские, то можно вполне спутать все карты атакующим. А в какие места тебе можно заехать? Ботом? Ну да. Очень много мест, тут есть вентиляционные шахты, можно проезжать под забрикадированными деревяшками, то есть тут ну хватает местечка. Ага, вот, я нашел на третьем этаже. Ой, чуть-чуть. Я смотрю, как ты ползаешь по лестнице, ну сейчас под дверью прополз. Большая задержка? Нет, не очень большая. Народ потихонечку просыпается. Я, кстати, что-то так и не обратил внимание, сколько народу нас смотрело в районе полуночи. когда в районе полуночи было тысяча человек. Сейчас 228. 228 у меня отображается. Нет, погоди, чувак, не ставь, не ставь, не ставь, не ставь. а, во, хорошо. Ой, красота, красота, очень хорошо сейчас зашли по тактончику с нашим чуваком, но он реально рано сунулся и сразу получил по голове. ух, увидел заголовок РФ Украины и ЕС договорились по газу. Неужели? так, блин, очень плохо, что мои ребята прям сливаются. Ладно. так, ну-ка. Ну-ка. Кто-то ты со щитом бегаешь. Да, щит это хорошая тема. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Добил. Есть. Наконец-то. С рандомами... Да, я играю с рандомами. Ребят, кто хочет, можете ко мне присоединяться в пати. Я с радостью добавлю. Зовут меня... Сейчас скажу как. Короче, щас я в чат твича напишу, как меня зовут. Чё там опять сложное имя? Там... Точечка есть сложная. Вот так меня зовут, я написал в чат. Через пару уровней я свернусь, всех добавлю и можно будет поиграть со мной в команде. И не забывайте, что ваши донаты делают возможным прохождение в прямом эфире нами с Максимом такой замечательной игры, как Until Dawn, которая получила на stopgame.ru оценку изумительно. Это выше, кстати, чем у MGS5. К слову про MGS5, только щас заметил. Прикинь, чувак, косарь закинул сегодня нам на стрим с оповещением. Костя Лох, Кодзима Гений и Грозор в следующем тысячелетии от вас ждать. В следующем тысячелетии, конечно. Вот щас очень хорошо за дефили от ботов. Так, да, надо укрепить стену. Короче, вот еще что прикольное. Реально, здесь работает на игрока разрушение. Можно вот так вот, как сейчас я, прострелить себе дыру в стене. И через эту дыру крыть лестницу, например. Все через дыру, короче. Да, все через полную дыру. И вот так вот, чтобы никто ничего не взорвался. Пишут, чувакам не хватает на дорогу до Игра Мира, скинемся всем миром. Костя, на дорогу до Игра Мира? Да, чашка кофе. Так, кластер, кластер. Кластер чардж, guys. Напоминает тоже, что в вебках секрет успеха. Короче, приезжая на Атолию, поставим вебку. Одну крысу, двух мышей. Правда, я не знаю, где вторая мышь. Она съебывается постоянно из клетки. Двух котят, одну кошку и нас двух дураков. И будем в шахматы играть. Ой, 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 что-то мы зависли все. Connection Failure. Отлично. Вот это победа. Так, окей. Ну вот, не знаю. Та же проблема была у Evolva год назад. Там делали 25 бета-тестов, 25 технических тестов. Так, все равно ничего не починили. Это в том числе сгупило бедный Evolva, у которого там онлайн человек, не знаю, 500 максимум в день. В выходной причем. Вы еще должны петь, чтобы нормально донатили. Хорошо. Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не новон. И я зову к себе портного и перешить пиджак прошу. Вот, я не помню дальше, что да. Да, репертуар у тебя внушительный. А, он представляет это так. Едва лишь я пиджак примерю. Опять в твою любовь поверю. Как бы не так, такой чудак. Булат Акуджала, между прочим. Я, наверное, не буду пытаться. А то я бы что не пел, все равно получится шансон, даже если белогривый лошадь. Я сидел, убил людей и продолжил я сидеть. Слушай, ты подаешь надежду на самом деле. Я думаю, публика бы оценила. Еще можешь так вот сходу? Я убил людей, а потом я сел, а потом я вышел и снова убил, и снова сел. Ну не, аранжировка так себе и первая песня у тебя получше была. Не то чтобы она отличается, но по смыслу она была как-то глубже, мне кажется. Ужасно, не пой, чувак, задонать, и тогда я не буду петь. Тогда я замолчу. Забыл собрать пати, действительно, сейчас, ребят, и это сделаю. Свернусь. Собираем, короче, на сольный альбом Костя. Чтобы он выпустил свой собственный аудиокассет. Хай-фай, которую там еще карандашиком перематываешь. Ты же когда-то еще рэпером был, он там вспоминает. Да, но я же не помню свой хит с VGX. Я еще помню, одну песню была так, вот, Java, но там надо... Откуда ты их знаешь вообще? Так, невозможно установить соединение со службой Uplay. Вот такие дела. Откуда я их знаю? Их, вот эту парочку песен, которые я знаю, исполняла прекрасная Регина Спектр. И поэтому я их слегка выучил. Так, стоп, до меня дошло кто-то с нашего канала, пишет в чат. Кто еще не спит, кроме нас, двух дебилов? Че, капсом? Отвалился Uplay. Вообще, прям по хардкору. А, ну это нормально, походе. О, привалился. Сейчас я снова свернусь. Стрим по Uncharted Nathan Drake коллекция будет? Ну, естественно, будет. Конечно, блядь, будет реально, вы че? А, это Игорь, он там обмазывается Destiny. А, стоп, 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 я снова пать не собрал. Так, кто добавился? Давайте. Вот он, мой ник, вы сейчас его видите. Добавляю людей. Invite to squad. Invite to squad. Invite to squad. Вон, видишь, как у тебя много друзей сразу стало. Да, был один Максим, а стало еще пара человек. Сейчас начнется в чате Destiny срать. Да че там сраться, хуйня, полная Destiny. Как, я бы, я, нет, ладно, это я неправильное выражение выбрал. Destiny, как МГС, вот так. Ну, там говорят, я обещал видос слить с твоими волосами. Это лишнее. Ты же не любишь Destiny. Вот Uncle Redmond всегда со мной играет. Отличный парень. А, вон, Игорь поставил Destiny оценку выше, чем у МГС-5. Так что все нормально, короче. Куда уж выше. Выше только звезды. Всем привет. Сказал кто-то. Привет. Мне иногда кажется, что Destiny это инди. Нихуя себе инди за 500 лямов. А, да, забыл сказать. Сколько у нас? 263 человека. Это чуть меньше, чем собирает мой канал. Вот. В понедельник я напишу про новое дополнение. Для первого серьезного дополнения к Ведьмаку. Я поиграл в него вчера. Обязательно зайдите, посмотрите, почитайте. К сожалению, ничего больше сказать пока не могу. Да, и так всем понятно, что оно охуенное будет. Без комментариев. Пока без комментариев. И, конечно же, очень-очень-очень ждем всех в следующую субботу. Чем больше людей придет, тем серьезнее будет наша мотивация устроить следующую сходочку. Пока что все очень здорово. Когда мы делали в Папе Вейдере, пришло больше людей, чем мы предполагали. На Игромире мы серьезно рассчитываем как минимум на 400 человек. Поэтому давайте. Давайте приходите. Ну, в Папе Вейдере наливали. Ну, кстати, насчет... Насчет этого, ладно, пока ничего не буду говорить. Но приходите, приходите. Ну, это оговорка уже кое-что. Нет, никакого наливания не будет. Это стопудово нельзя вообще, вот прям совсем нельзя. Что будет в субботу? Зайдите на сайт stopgame.ru. Топовая новость, которая прям вот-вот-вот прям совсем топовая, вверху. Она посвящена тому, что... Блядь, я заблудился. Она посвящена тому, что будет... Игромир будет. У нас будет наша сходка на Игромире, о которой многие спрашивали, о которой многие просили. Блядь, да, отлично, нашли нашу бомбу. Пока я там вспоминал, на какие кнопки нажимать. Зашел на главную посмотреть, держится ли новость наша про Игромир. Увидел, Ридли Скотт переименовал Прометея Второго в Чужой Потеря Мира. Это того самого, в котором Чужого не будет? Да, именно, именно, да. Именно того самого. Классно, молодец. Маковееву мы пока не покажем, к сожалению. Но постараемся однажды. Только для этого вам придется затонатить побольше, чем сорок. Маковеев слишком VIP. Его, что называется, надо из его ебеней эвакуировать на Игромир. Нужно Фултон полноценный организовать, чтобы Андрей приехал. Отлично, нашего первого уже заебашили. Помнится, когда-то у СГ был целый стенд на Игромире печенья и куча конкурсов. Да в те времена печенья на каждом углу раздавали, кризиса не было. Курс доллара был 20 с копейками рублей. Все было замечательно. Ну а потом, вы сами знаете. А потом, добро пожаловать в 2015-й. Да. Три на два. Кстати, у нас тогда еще что-то вспомнилось. Совершенно случайно какая-то девка сумасшедшая спиздила мешок с этими печеньями. Да, я тогда очень расстроился и чуть не... Ну, тогда был довольно нервный Игромир, потому что у нас как раз тогда украли очки Nvidia. Да, и это тоже. И поэтому каждые печеньки для меня были как личный трофей. Это ты ее потом заставил стоять раздавать их, когда ее нашли? Ну, я ее нашел в итоге и сказал, что она какое-то говно придумала и я не одобряю категорично. Отлично, победили. Да, прикольно было. Мы бы и сейчас от стенда не отказались, наверное. Но у стенда дело такое, мне кажется, все-таки сходка, она куда более эффективная, потому что вот есть определенный момент. Все, кто хочет, может прийти. Приходите, общаетесь с нами, вообще без проблем. И, ну, здорово. Ну, это смотри какой стенд. Стенд, например, в виде Джона Дона пойдет. Ну, стенд в виде бара. Ну, да, конечно, это другое дело. Бетку продлили до первого октября. Бетку чего? Сиджа? То есть она закончится первого октября, тогда у нас проблемы со стримом. Кстати, я что-то не понял. Трис не всплывает. Мы вообще сказали, что сиськи покажут, если задонатить. Ну, надо, наверное, повторить, сказать, ребят, если вы хотите дать нам денег, вы не только дадите нам денег, вы еще и покажете всему миру сиськи роскошной, рыжеволосой Трис Мерри Гольд. Не вот этой вот мрази Йеннифера, а Трис Мерри Гольд. Еще под ней будет ваше имя и сообщение. Друзья, пойдем к Би, я их покажу с моими кластерами. Гоу-гоу-гоу. Отлично. За Трис и двор стреляю в упор. Отлично. Тимкил, отлично. Ковер меня на Би. О чем ты хочешь спросить эту масс-эффектовую, мадам? Это хороший вопрос. На самом деле нам много честь обсудить. Например, масс-эффект Андромеда. То есть она, по-твоему, интересуется, а не только подходит к моему микрофону. Я думаю, что... Я думаю, что... Нет-нет-нет-нет-нет, не умирай, не умирай. Сука. Есть, мы выиграли. Ну, во-первых, это очень красивая женщина. Во-вторых, я подписан на ее инстаграм, и я знаю, что она помогает бездомным животным. В-третьих, она озвучила Эдди в Mass Effect 2 и 3, причем озвучила очень хорошо. Я думаю, нам будет о чем с ней вместе поговорить. Ну, ты-то животное домашнее, с чего ты взял, что ей понравишься, а так сразу бегаю. Я применю весь свой обаятельный скилл и порадую ее танцем огромного живота. Я же не знаю, почему, но просто представилось твое лицо, когда ты слышишь, что у вас 5 минут. И вокруг такая толпа еще стоит, глазеет, и очередь тоже других людей, которые хотят с ней поговорить. И ты должен за 5 минут высказать ей все, что ты думаешь, и убедить ее покинуть с тобой это шумное место. Блин, блин, я опять забыл, куда идти. Ты меня смутил своим невериям в меня. Слушай, что, я предлагаю 20 тысяч, если возьмем в эфир. Чего, чувак? Он, чувак, пишет, если за Доначу 20 тысяч возьмете в эфир. Тришу Хелфер? Или кого, чувака? Подозреваю, что чувака. Если... Я думаю, что насрать на Тришу Хелфер. Если чувака, то вообще без проблем. Донача, где находятся, где находятся, где находятся. Соборка, где находятся. Донать 20к и попадешь во все эфиры мира. Ну, то есть, наши. В честь чего решили провести полуночный стрим? По-моему, сейчас не очень полуночный. Да, ну вообще, я... Я просто хотел собрать денег на Тилдон. Ну да, такими темпами получится плохо. Ты мало поешь. Я думаю, тебе нужно больше сочинять. А сколько нам занесли-то? Да, по-моему, ни хера. Тогда и петь нечего. Так, бомба здесь, бомба здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заходят по лестнице возле гаража. Так. Вон у некоторых 6-7 утра. Весело людям, походу, просыпаться в субботу в 6 утра. Так, Редман, ну нет, ты что-то как-то неправильно все сделал, по-моему. Так, первый этаж. Говорят, в игре про реализм смешно строятся баррикады за 3-4 секунды. Ну, реалистичная игра не значит, что все как в жизни. Ну, если бы вот в игре отобразили реально процесс строительства подобных баррикад, особенно вот из колючей проволоки, то раунд бы длился. Да, сутками, прикинь, там, окопы рыть, строить реально баррикадки. Есть. Победа. Так-то. Не знаю, убил ли я кого-то, по-моему, нет. Но мы все равно... Flowers, Flowers Victory мы одержали. Так, что там, Адаманджер? К примеру, у нас стрим по DLC по Ведьмаку, и если именно в этом составе участников значим все 25к, мы будем стримить с Максимом, как ни странно, DLC к Ведьмаку. И к тому моменту я уже, скорее всего, его пройду, все DLC, и расскажу вам, какое оно. Да все уже поняли. Никто ничего не понял, я ничего не говорил. Да ты что, по твоей интонации проще простого понять. Там уже писали, что у тебя орган в голосе. Ничего не знаю, не имею права говорить, ничего не говорил. Вот так вот. Ребята, в чем проблема? Зарегался на ЗБТ, на письмо на почту так и не пришло. Не знаю, там какие-то проблемы у Ubisoft. Мне вообще, я летом, по-моему, на каком-то конкурсе NVIDIA оставил там свою почту. И мне неделю назад пришло письмо, типа, Костян, ты супер, давай, короче, к нам в техническое тестирование. И я пришел, вот играю уже неделю фактически. Ну, тебе дали как заведомо преданному фанату. Да, ну, вот реально, мне Сидж нравится. У нас, кстати, будет замес на следующей неделе, такой более-менее глобальненький стримчик. Так, все в моем пате, в моей пате, да. И не могу сказать, что я вот прям всем рекомендую бежать и предзаказывать Сидж, но вот хорошая игра. Не знаю, если матчмейкинг допилят, если исправят вот этот вечный поиск игроков, то будет хорошо. Потому что, ну, карта уже бесплатная, понятно, видимо, будут продавать оперативников и скины для оружия. Это, кстати, ок, я не против. Это нормально. Определенный потенциал у игры есть. Если карты будут выпускать довольно часто. Если не будут, то, ну, хер знает. Режимов в бете три. Вот жаль, нет заложников. Это я бы потестил. Так. Так, что-то я не понял, а эпизоды все уже, что ли, вышли от Telltale Игры Престолов? Хер знает. Вроде. Не знаю, они, по-моему, там забуксовали вообще со всем, что они сейчас выпускают. Да, 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 то-то я, ну, они такие дико долгие все-таки. Очень сильно долгие. Можно ли с нами сейчас побегать? Да, чувак. Можно. Добавляй меня в друзья. Кто-нибудь, пускай сейчас напишет в чате мой ник. И я через пару раундов добавлю. Блин, пять на... Вот еще проблема, здесь нет вообще никакого автобаланса. Мы играем, вот, например, сейчас пять на два. Это, ну, не очень прикольно. Что в игре-то изменилось, он спрашивает. А то в прошлом стриме ты как-то не шибко был в восторге. Полностью изменился мувмент, то есть система передвижения персонажа. Изменилась стрельба достаточно сильно. Но теперь, в общем, за оружие приятно просто стрелять. Это не какие-то там пукалки, как в Call of Duty. Ну, добавили немножко графона. Ну, совсем немножко. Подпилили игру на ПК. Появился слайдер FOV. Теперь нет дичайшего инпутлага, который был в Альфе. Что еще? Ну, на глаз, так не скажу, что еще изменилось. Ну, а в целом, стало намного лучше. Так, а, где, господи. Почему выглядит как Пайдэ? Как Пайдэ? Не, на самом деле на Пайдэ не особо похоже. Ну, видимо, имеется в виду графон просто. Ну, графона, да, не очень много. Да графоны, они застряли уже, господи. Шутки шутками, а вот нынешний Next Gen все-таки до сих пор не может толком себя оправдать. До сих пор, седьмого года, Крузис первый прекрасно смотрится на фоне выходящих сегодня шутанов. Есть кластер килл у меня, наконец-то. Обожаю. Ну, вот стали, ну, не знаю, может быть и были полезны. Вот реально все классы. Так, кто у нас тут за зарядом-то? А, всех убили. Ладно. Реально здорово, то есть, оперативники, они роляют, решают. Как вообще будет проходить и планируется сходка на Игромире? Сессия вопросов и ответов или подготовленное шоу? Будет несколько этапов у нас на сходочке. Сначала будет кое-какая вступительная часть. Потом будет сессия вопросов и ответов. Потом, ну, как бы, на самом деле, не знаю насчет этапов, их очередности. Короче, будет некоторый конкурс с некоторыми призами. Значит, сессия вопросов и ответов. Будет заключение нашей сходочки. Очень красивая и драматично-слезливая. Можно будет автограф-сессия. Пока, правда, не знаю, как по времени получится. Либо в кинотеатре, либо уже за его пределами. Ну, естественно, можно будет... Простите, я напился и рыгаю постоянно. Можно будет с нами со всеми сделать салфачи. Опять же, либо в зале, либо уже там где-нибудь после. Ну, короче, как обычно бывает у зазнавшихся говнарей. Да, ну, приходите. Мы очень-очень сильно стараемся все сделать красиво. Чтобы никто не остался обиженным. По длительности будет не пара часов, а ровно. Час, ровно час и не секунды больше. Потому что... Это кинотеатр, кинозал. В смысле. Там у многих будут всякие мероприятия. Так что... Так что это самое. Не опаздывайте. Ну, а потом уже ловите, как получится. Где попало. Да, но в целом мы там будем почти все дни. Кроме, наверное, воскресенья. Вряд ли кто-то придет. Я буду только в четверг и в субботу. Вот так вот. А ты все дни? Я буду точно в четверг. Точно в пятницу. Точно в субботу. Короче, меня будут поймать, наверное, проще всего. Да нет, ты курить не ходишь. То есть твои перемещения проследить трудно. Нету опорных точек. Ну да, я, да, скорее всего, буду курсировать. Если был там Макдак, тогда бы, да. А там же есть в этом. Нет, там же в Капитолии, не Капитолии. А, в соседнем здании? Угу. Там, где нас извращение спреследовал. Кость, посоветуй порно-актрису на ночь. Не знаю, каприз она хорошая и такая легенькая как раз на ночь. Допустим. Сам юзаешь, да? Да. Что-то все какие-то унылые вроде смотрят. Почти 300 человек. В чате скучно. Так, еее. Ох, чувак, сейчас ты увидишь, как это было круто. Ну, я пока вижу, как ты из-за косяка выглядишь. Смотри, смотри, смотри. Ну, сейчас я посмотрю. Вот это реально был просто... Жаль, что против нас только один человек играл. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, возьму другой класс, чтобы там людям слишком вкусно него... Короче, я видел, как ты просто достал какую-то мобилку старую, нажал. Да, я взорвал чувака. Продолжение ли это пятничного стрима? Ну, получается, что да. Ну, а что, не стрим, что ли? Стрим. Мы в эфире, вроде мы. Будет ли видео сходки? Будет точно часть сходки в нашем репортаже. Сразу выиграли. Будет ли полная запись? Ну, наверное, да, инфа не сотка. Мне, говорит, надо посмотреть запись позапрошлого стрима Васи по новелле с голубями. Чё за новелло с голубями? Ну, Вася, смотри, там уже голубей каких-то стримит. Да. Может, в этом мы не правы, надо голубей стримить в вебке? Наверное, да. Как мы там с голубями по вебкам. Ну, да. Кому что нравится, кто? Так, я на минутку отойду по понятным делам. Ага, добился. Почему юбики опять за графоном приврали? Да, кто сейчас не привирает? Не, я как-нибудь обойдусь без игры про голубей. Народ потихоньку, походу, просыпается. Ничего себе, 341 человек. Да не, я не в ожидании нового Ассасина. Сегодня даже решили раньше в бредовом порядке, просто потому, что это была моя привычка. И, считай, фича даже ждали, когда ПК-версии задерживали Ассасинские. Не делали рецензию консольной, ждали ПК-шную. В этом году даже не будем, и обзор у Васи сделает меня уже ни серия, ни, если честно, эпоха вот этого пыльного паровозного Лондона совершенно не возбуждает. Все, я вернулся из мест не столь отдаленных. Спрашивают, контакт седых не был восстановлен. Не, это планета, она уже недосягаема для нашей цивилизации. Куплю нового оперативника. А нет, лучше скин для оружия взять. Зачем мне новые оперативники? Расскажи, что стало со старым стоп-геймом, куда подевались все, кто озвучивал Элитный Мир? Ну, во-первых, не все подевались. А во-вторых, ничего не стало. Так в жизни бывает, знаете, люди приходят, уходят. У нас, как правило, задерживаются на самом деле феноменально долго по общим меркам. Кадровые текучки не только в нашей, ну и вообще в мультимедийной даже не только индустрии. Это Костя так согласился. Так, анкл Редман остался в моей пати. Надо еще людей... А, да-да-да, сейчас, 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 сейчас я свернусь и посмотрю, кто там добавился, друзья. Принять, 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 принять. Сейчас, организуемся. Такое приказ. Судя по стриму, Инфакт сегодня делает Даур. Сегодня пятница, завтра суббота. Инфакт выходит уже сколько? Инфакт не делает вообще никто сейчас. То есть за три месяца еще не запомнили, что не выходит Инфакт по выходным. Он выходит только по будням дням. Чтобы его было вкусно на завтрак смотреть перед учебой и работой. А по выходным всем охота спать и нафиг эти Инфакты никому не нужны. Так, всех пригласил, всех добавил. Так, мьют, нет, не надо. Как насчет того, чтобы пойти в ту зомби-игруху? Вы же еще не прошли самый интересный момент в сюжете. Ммм, да. Да. Ты готов? Однажды мы продолжим наше паломничество. Сейчас я напишу свой ник в Юплее. Кто такой Даур, где вы его нашли? Да мы просто провели конкурс. Разыгрывали юбилейную PlayStation 4. И он сделал самую классную работу, которая была с видео и звуком. И то и другое было сделано классно, поэтому... Как-то так сложилось. А дальше, как говорится, пошло-поехало. И вот мы здесь. Да. Господи, чего вы присосались к стриму с Быковым? Что в нем такого особенного? Не знаю я когда. Быков там занят своими делами. Он стримит... На свой канал. Три часа ночи, самое время смотреть стрим. И что самое время. Сейчас спать, что ли? Про тайный проект. Тайных проектов у меня много. И всегда было много. Ни один пока не вышел. Ни один пока не пал, да. И ни один не вышел. Тайный проект тайного Шрёдингера. Не, будет. Все будет. Ситуация сейчас такая, что... Без... Без доната я не куплю антилдон. Вот такая сейчас ситуация. Если бы это были все наши проблемы. Кто-то... Кто-то сразу фьюз занял. Ладно. Так. Появлюсь здесь. IQ. Костя он такой. Если у Господа Бога был какой-то план на его счет, то он его скурил. История... Assassin's Creed. Ну... В привычном понимании, может, и не увидите. Во всяком случае, не от меня. Потому что я долго заставлял себя. И в итоге понял, что я не осилю просто те куски истории серии, которые придется делать и разбирать по косточкам. Самые вот эти отмороженные, идиотские эпизоды саги. С тупорылыми персонажами, и критинскими сюжетами. То есть... То есть всю серию? Ну, почти. Так. Походу, третий этаж. Или второй. История Хитмана допилена. Еще раз повторяю. Мы-то уже неоднократно отвечали на этот вопрос. История серии делается, когда какая-то серия и какие-то ее эпизоды входят в историю. Хитман Бладмани не является историей на данный момент. Она вышла недавно, и на сайте есть видеообзор. Какой смысл дополнять историю серии, чтобы что? Чтобы другими словами еще раз сказать все то же самое, что в обзоре. Зачем? Занимаю снайперскую позицию. На уровне второго этажа. Чувак, который говорил, что может задонатить то 20 тысяч, то 25, говорит теперь... Until Dawn не must have, так что Костя переживет. Почему это не must have? Третий этаж. В смысле, Абсолют, я что, Бладмани сказал, что вышло недавно. Да. Ну да, естественно, Абсолют. Юбисука. Вот это фейл. Вот это фейл, блядь. Главная игра, конечно, пиздец. Убивает меня. Ой, Господи, Энку, Редман. Мит твою. урок попуток я в м да это а ты наблюдаешь это не ты такой долбоец это не я да добавьте еще добавлю принять принять почему мы сг пилят не самый нужный контент например васины обзоры на всякий никому не нужный шлак всякие прохождения и так далее топовые проекты типа ретразор и разные озвучки страдают в муках ну во первых озвучки более или менее живы и третий сезон элитного мира который зимой должен выйти в начале 16 года тоже будет озвучен в лучших традициях что касается обзоров ненужного шлака но их почти нет сейчас и будет меньше с каждым разом последний раз как вы видели обзоры шлака это уже так видимо в силу привычки вспоминается что вася там иногда раньше делал эту хренатень чисто так поражать ну а сейчас он зайдите в раздел видео обзоров и что то я не наблюдаю никакого такого ну ладно там годзилла допустим но кодзима кодзилла обзорчик стоил того матовая игрушка а в остальном в принципе ну то что иллюминашин который илон инза дарк ну кто бы знал хотя вася знал никому не сказал аппорта пак так не нашли не нашли нас злодеи история серии зив ванина включает в себя последнюю часть потому что она делалась к ее выходу как бы приурочен сопровождающий материал в таком случае почему бы и нет главное не то что она содержит последнюю часть главное то что предыдущие части были давно и в них много кто уже не играл и не помнит и не знает в том числе удачи воссийск от прохлад в охране охрана 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 институт успешно обогнение охрана 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 м плохие дела да я играю чувствую что антилдом осмотрю на это и понимаю что 10 лет назад фир был круче этот прекрасный эфир но мы сделаем что нибудь юбилейное по случаю эфира обязательно да ты опять будешь пинаться небось конечно это даже было здорово специально буду тренироваться неделю чтоб запинать но ты конечно можешь тренироваться но я не уверен что это поможет да а точные годами тайминги 3 на 5 у нас игра 3 в моей команде человека 5 во вражеской посмотрим кто кого обзор нью вегаса там опять всплыл кстати мы же зачем ты на баннере написал что вообще еще и за меня ну это не я написал а ты написал я предложил сам ты готов драгонборн сделать да реально готов то есть когда мы увидим позитивную динамику в отключении от блоков я сделаю обзор драгонборн так какие ожидания от нового хитмана но его там уже перенесли то есть вот да у меня было много ожиданий пока не сказали что он выйдет вообще в марте поэтому сейчас даже задумываться ну я надеюсь блять поправят эту дебильную походку его пидорскую которая почему-то так и оставалась до упора видимо считают что это релизный вариант помню когда угнали альфу она была пикашная но нельзя было играть с клавы только с геймпада поэтому я зашел на таренты чисто почитать отзывы за неимением инструментария нет там тоже помню народ писал что пидорская походка временная она сейчас в альфе короче у всех моделей вообще женского мужского пола и типа не все отходят как лгптшники ну тотал дефит сейчас надо еще друзей добавить в юплея чтобы чтобы помогали снайпу купить а кто здесь со снайперкой подскажите я не знаю не смотрел со снайперкой вроде айкью но вернее не со снайперкой а с аугом айкью да айкью и какой нужно прям вот такой вот у нее ник и явно больше моего нужен всех добавил ребят кто кинул мне инвайты сейчас прям свернулся посмотрел так добавим друзей всех добавил ух ты тут оказывается что тебе все таки на антилдон скинули 150 рублей о ничё себе ну такими такими темпами через годик мы пройдем антилдон да это пока рекорд там сколько уже продолжительность стрима в чате он писал чё-то дохера короче а ну да продолжительность стрима уже час и почти 15 минут за все это время мы заработали 150 рублей нормально неплохо 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 не 40 тысяч конечно но уже кое-что нам не доверяют просто нам надо очень нормальное постримить подольше и по эпичней так похоже игра упала кстати говоря доверие ну на то она и тестирование главное чтобы она вылилась не знаю какой-то позитивный результат потому что эволф сколько тестировали вообще никакого эффекта не было а эволф жевал вообще эволф ну на пк фактически мертва там даже на ээ в форме steam была тема мол ребята помогите нам сделать так чтобы игра жила хоть немножко там онлайн что-то типа 300 человек сейчас может быть даже меньше ну то есть ну фактически смерть для мультиплеерной мультиплеерной игры чё на что вообще рассчитывали ну концепт хороший намерения благие опять же карты бесплатно обещали раздавать но изначально издатель там покакал хорошо всем в душу вот этими всеми платными скинами плюс стоимость игры слишком завышена была ну как и на самом деле у сиджи сейчас игру надо реально дешевле продавать потому что сейчас ее отпускают ну на западе в америке по 60 баксов 60 евро это слишком надо снижать стоимость и добавлять вот эти всякие скины на которых можно зарабатывать а так ну это такое дело вот в элф вот у кого надо учиться реально великие люди так всех добавляю в пати ну походу ты сегодня обзаведешься массой потенциальных соратников так ну пока что один только зашел в сквад согласитесь эволф выглядел очень вкусно не хорошая игра на самом деле эволф тут как ни крути просто ее изначально плохо позиционировали плохо продавали поэтому она скатилась туда куда скатилась посмотрел ли меня спрашивать нового хитмана и чё скажешь ну посмотреть посмотрел трудно что-то сказать про него ну трейлер мне понравился больше чем фильм особенно я оценил такой прикольный жест внезапный сюжетный как румынский доктор артмейер внезапно превратился в украинского доктора литвенко какого хера зачем бывает ну и вообще уровень подготовки фильма все таки что повскрывалось уже ближе к релизу был идиотский то есть руперт френд понятия не имеет кого играет его там в интервью спросили насчет лысины он явно не задумываясь так ответил ну я считаю что хитман он не такой чтобы вот прям вот выбривать вот до конца вот он вот она я думаю он стрижется под машинку я б твою когда актеры вот так относятся к тому что они делают то получается то что получается ну с другой стороны как бы этот человек снимался в фильме пять дней в августе я его не смотрел это правильно когда он сыграл в пяти днях там уж все 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 стало понятно и никакой хоумленд не спасет а кости и макс стоит ли играть спинтерселл блэк лист помнится вы определенное время угорали по нему обезопасный вопрос обязательно особенно вот по нему угорали ты это знаешь на сайте есть обзор особенно в контексте мгс я рекомендую ставьте сразу максимальную сложность и наслаждайтесь наслаждайтесь синхросилой да и коопчик там хороший и сингл там хороший все там хорошее дай мне нет 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 что ты макс еще у тебя не спрашивали пахома видел уже в битве экстрасенсов во первых я не видел ни одной битвы экстрасенсов я не собираюсь ее смотреть во вторых что такое пахома но это из вот этого зеленого слоника я про короче если ты не видел то и не надо на самом деле и и ну и что мгс да кость по любому Прям лучшая игра года Ну мы-то в редакции, конечно, Aftermath выберем Скорее всего Да, ну объективно, конечно, МГС Вот это, кстати, я сейчас включил ПВИ-режим Типа с умными противниками Сейчас весь ум противников вы видите на экране Забавный контраст в чатике между упоминаниями Игры Престолов и Зеленого Слоника И Блэклист Тадак Ну понятно, против искусственного интеллекта щит, конечно Щит-то щит Ты сейчас вообще один, что ли, играешь? Не, у нас тут команда Таак Блядь, ну ты пошути хоть уже, что ли Не знаю, тут серьезное дерьмо И мы выиграли Mission Successful Ну понятно, короче, против искусственного интеллекта играть это такое дело Причем мы на харде сразу, а не на нормале Впереди только VeryHard И, видимо, ну да Эта игра только про мультиплеер Ну, блин Понятно И козе понятно, шо козлу приятно Объясните, пожалуйста, непросвещенным Что за форс МГС-5 со стороны редакции МГС Ой, ФОСГ Никакого форса Нет, заебал меня МГС Просто видеть его не могу нигде Никакого форса Забудьте Все шутка Летсплей вспомнили Ну, помню, конечно Ну, попробовали Там же не только мой был Там еще у Васи был Летсплей про Не помню, про GTA Еще что-то было у кого-то Ну, оказалось, что мы не умеем Орать как надо Все это дело быстро загнулось Что там, Суга? Хватает, говорит, озвучки про Негандоны, патроны Ну, да, да Вот этого реально И поэтому МГС Ой, ФО, МГС Хардлайн Не зашел Повсюду уже у тебя МГС Реально, МГС, он Заполонил мою жизнь Я очень переживаю по этому поводу А в чем там Это уже, наверное, можно спойлерить Я, поскольку не играл И не собираюсь ни в одной из частей И этот трейлер Я смотрел все Я не понял Какой хуй он рогатый Ну, это Вау Это Все Можешь, не продолжил Хорошо, не буду продолжать Так, последняя попытка Винда мне пишет Последняя попытка Перезапуск устройства Для установки обновления Будет выполнен в 3.45 Отложите перезапуск Давайте я отложу перезапуск Не знаю Пускай будет Завтра Ну, короче Это То ли шрапнель То ли Кусочек Косточки Чьей-то Ну, я Я предполагаю Что это все-таки Кость, а не шрапнель Потому что Ну Может расти Этот Отросток У него в голове Ну, то есть Да, там По трейлерам Видно даже, что Оно как бы Еще и увеличивается А вынуть Походу Не вариант Ну, как У Железного Человека Знаешь А Понятно Ну, в целом Там сюжет Развивается Очень неравномерно Очень неспешно И это Плохо Ну, говорят, что это Осколок Попавший в мозг Снэйку Перелом мозга Если ты еще Это был Снэйк А, это еще и не Снэйк Да, это не Снэйк Погоди ты Кодноглазый Разве Это не Снэйк Ну, играешь Ты и не за Снэйка Не понял То есть он выглядит Типа как Снэйк Ну, ну да Сейчас, в принципе, уже Три половины четвертого Можно все рассказывать Короче, играешь ты За Санитара Который вынимает Из письки пас В Граунд Зеру С бомбу И который потом Прикрывает Снэйка Когда взрывается бомба Ему делают Пластическую операцию А сам Снэйк Улетает Вернее, уезжает На мотоцикле Делать Аутер Хевен Ну, короче, там Странная история Ничего себе Вообще Санта-Барбара Ну, я так понял Эта история Она прикольна Вот как раз Для таких, как я Которые не очень понимают В Metal Gear И которые Типа Просто Наблюдают Некоторое дерьмо Они так Смену голоса Объяснить Решили Там же его Озвучивает Да, там Кефир Кефир с Азерленд Но при этом Настоящего Снэйка Не озвучивает Дэвид Хейтер Вот так То есть Хрен знает Странное дерьмо Какое-то Да А, Снэйк построил Занзибар А Медик построил Аутер Хевен Ну, я сейчас уже забыл Честно говоря Кто из них Что построил Занзибар Господи Там сложная история Сложные ищи Очень Правдоподобно Драматично Все Как в жизни Ну, не знаю По-моему Вот реально МГС Это как раз Та игра Которая лучше Как бы МГС 5 Которую лучше Проходить На Ютубе И проматывать Что-ли Весь геймплей Особенно Вторую главу Да, да На самом деле Ну, то есть Игровой процесс Он совершенно Неинтересный Там Тупые враги Простой стейлс И Прикола Особого нет Медика Кокнули В первом Металлгире Это к чему вообще? Ну, типа В первом Металлгире Умер Вот этот Фальшивый Биг Босс Главный Герой? Да МГС 5 Пантом Пейн То есть Пантом Пейн Это типа Прикол, что ли? Ну, он там Почти Посередке Не, я не хочу В это вникать Взрывающиеся террористы Взрывающиеся террористы Скорее бы уже Престолы Будет что Абсурдать Ну, короче Забытые ощущения Чувства Когда не знаешь Что будет дальше Ой, ой Чичичичичичичич МГС Вот, да Такое кинцо Которое Лучше всего Подходит Для просмотра На Ютьюбе Там Дрочить Вот этот Геймплей Уныло Мне Это Оно Того не стоит в какого хрена я не сплю я вот тоже об этом хороший вопрос очень чуть-чуть нет не иди туда не иди туда 333 человека обновлю мне кажется что на до сих пор только один спину тебе на антилдон 150 рублей не никто не хочет антилдон да не умеем мы короче донат выпрашивать на ю тубе посмотреть мастер-классы хотя сейчас все начнут сразу же кидать ссылки на этот классный стрим с вебками спасли меня друзья мои отлично вот в пве женщина за которую я играю походу бесполезно потому что искусственный интеллект не использует никакие гаджеты нахер стримы с гостей устал я от его старческого брюжжания а по какому поводу брюжжания знаю я ты просто брюжжи и режь люблю игры я вот не люблю только мгс который явно несколько переоценен но я думаю что через полгодика когда общий хайп спадет начнут появляться вот эти вот знаешь обновленные рецензии когда западные издания будут писать мол ну да походу мы хватили лишка и там не 10 из 10 ну как было с биошоком так это труп ну поекаешь забавный режим такое беспощадное истребление бедных ботов т.к. тебе дадут fallout 4 как раньше процент не знаю насчет фолота неизвестного в но и ежда хотя на самом деле не очень это желанием делать обзор фолота да реально и там из них прошел я из вот этих бетездовских вообще ни одного а ты что старые прошел ну из старых тоже конечно тоже ни одного вот именно просто ну я делал рашил ведьмака в этом году я рашил мгс в этом году если мне еще fallout придется рашить я просто сойду с ума там же собачка собачка это хорошо и я знаешь с радостью поиграю ну начну играть в fallout 4 но я вот не хочу именно рашить для того чтобы там обзор сделать я хочу спокойно и тихо играть про мой канал спрашивают не я на своем уже не стримлю но у нас на этом канале на нашем основном будет в обозримом будущем немало стримов не по расписанию которые будут либо вообще в рандоме либо будут ну так это я буду среди ночи запускать и играть и ночью будем в общем пытаются собрать денег на интелдон кто не хочет просыпаться от наших оповещений лучше вырубайте уведомления и мы его на ночь так он уже в какой степи сокращение на сайте планируется кого уволим кого уволим голосуйте короче в чате кого уволим голосуйте да кто больше соберет голосов против себя того и уволим действительно мы же для вас в конце концов правда ой 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 френдли фаер еда тут реально террористы суицидники запись вряд ли будет ну вот это умная твиче будет запись ну да она как бы а так нет не планируем запись потому что это так чисто геймплей сиджа вот пиздёж забавно вялое голосование очень разнятся мнения единственное у кого больше одного голоса это гальперов у него два а я кто меня хочет меня хотят уволить нет тебя не хотят так это потому что я ой чуть-чуть чуть-чуть тащу один кулаков может уволить всех кроме кулакова два кулакова могут спасите спасите друзья пизд пизд читайте донаты будет больше я смотрю стримы нет че там че мы бы почитали с радостью басе увольняйте задолбала его армия идиотов мигрирующие по другим каналам и флудящие ну да и гальперия такая необузданные братья долбоебиков в массе своей погоди погоди это же и наши тоже зрители ну я про тех как раз упомянутых здесь которых курсирует между чатами и занимаются откровенной херней конечно хорошо когда у тебя собственное маленькое государство есть так странно говорят уже несколько раз сиськи вылетали как ты проморгал видимо слой чатам а ну да хватит ныть будет тебе антил до но чувак задонатил всего 150 рублей ну это хорошо это хорошо короче у нас уже большой куш за весь стрим мы заработали знаешь сколько 300 400 400 2 по 150 и 1 на сотку вообще сорвали так один враг остался нпс и 1 я у меня 12 хп просто битва века ну и ладно не переживайте так не перегибайте никого мы не будем увольнять наверное лучше переживайте о том победюлье а еще мои друзья пишите где враг ой 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 она разрывается о о о о чуть чуть не взрал ха 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 пускай кости уже онлайн поиграет эээ ну я вот играл онлайн и решил по ввп показать победил победил ха это было конечно ха очень смешно потрясающий искусственный интеллект не знаю я просто жопой насадился на ствол врага оставшемуся ха он не воспользовался положением ха 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 сейчас мы да перейдем в пвп наверное ха 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 так ээээ сейчас я заново всех приглашу invite to squad ха 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 голосуйте кто за то чтобы уволить гель первой и отправить его к номаду звучит так угрожающе еще чё ну это все хорошо райт пикселс растет потихонечку так во у меня почти нет не почти а фулл сквад почему я когда захожу на сайт и клик когда захожу на сайт и клик когда захожу на сайт кликаю всю рекламу это сайту помогает от блока у меня кстати тоже нет ну если ты кликаешь без регистрации без покупок то ну нет 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 лучше чем не кликать но нет все правильно на самом деле лучше чем лучше чем нихуя отправим туда гель первого номера все будет плохо ух ха 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 ах уже все чтоганчик пошел хорошо ну пора уже утречка наступает блевать на рассвете самое оно ха хорошо что я успел купить раскраску для оружия Смотри, я сейчас погибаешь там и мучаешься, и думаешь, если буду что-нибудь такое неформатное стримить, надо что-нибудь попроще взять. Не, погоди, мы же вообще победили. Я дичайший писю отстрелил в NPC. Не, а он прикольный Сидж, но вот реально надо всем играть. То есть собраться тимой, пять человек в скайпе и дичайший релиплейт. А ты каким классом играешь? У тебя русский спецназовец? Русский спецназовец у меня есть, он тут один вообще такой, русский в смысле, он за атаку. Так, 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 так. Синдикат скоро-то замечательно, только у меня консоли нет, а на ПК он не скоро. у меня с консоли будет скорее всего вероятность почти 200 процентов что совершенно та же история что и с playstation 3 которую я когда-то купил ради хеви-рейна и uncharted of я надрочился в хеви-рейн и надрочился в uncharted и мне все надоело и все я поставил на полку и она мне пылилась 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 пока ее не подарил короче макс лоха не прошел last of us мораль истории у меня я уже не был тогда еще killzone 2 немножко играл даже стрим был когда-то это было первое мая консольная шутерная игра ну короче с четвертой частью будет примерно то же самое с 4 плойкой и 4 частью uncharted когда она выйдет я скорее всего если стоп гейм будет еще жив и я не знаю но собираю но донатах себе на playstation 4 вот точно блять вот на что я буду собирать вася там на ипотеку собирает а я буду себе на плойку 4 собирать потому что если она у меня будет придется наверное стримить а как я на геймпаде играю тут флаги могут помнить такого уголь 1 не увидишь ну ты да так кривизный рук еще поискать конечно хочет все всех убили врагов пока я сидел новый нфс да мне нравится честно верю если хочется верить классно выглядит здоровские ролики отличные актеры пацанчик этот из фильма фанаты мне очень нравится не помню как его зовут с такой басяцкая лицо у него наш человек в общем классный надеюсь будет большие надежды возлагаю но на пика будет только следующем году ну вы так где бы нам зайти и допустим здесь что вроде собирал целое сквозь не все мои все родные нормально да про транс сексуал уже баян у нас это новость на сайте была еще позавчера да причем здесь евро читаете стоп гейм как у блять нахуй евро геймер нам про пидоров транс сексуалов и прочих хуйню докладывают в первую очередь да вот забавно что на самом деле ну и раньше в играх были вот эти вот все девианты сраны но это никогда не выпячивали но как только на западе и в том числе соединенных штатах америки появился соц заказ определенный внезапно все стали гордиться тем фактом что в игре определенные есть там гей бисексуал и прочие трансгендеры с довольно любопытный факт да любопытно что они то саркисиан со своим феминист фрикансе шоу попала по версии по моему тайм или форбс в число самых влиятельных интернет личности и медиа персон современности удивительное время живем чуваки сначала я кластер не взрывайте только один кейл есть второе окно взрываю есть еще один такой озадаченный коммент стоп гейм так мало смотрит людей отлично просто дичайше завинили сейчас красота да легендарно это покатушки в крит мы всегда рады вот этот рыжий уёбок не хочет слушай но погоди нет грит он не прикольный я ничего не имею против ну грит он скучный ну ты чё там нельзя врезаться там штраф какие-то на можно врезаться я видел грит он не вне веселого вот грифт грит какой-то нет дёрт шоу даун вот это было прикольно нормальная игра вот это че сейчас next каргейм нормальная тоже тема физик вот смотри вот next каргейм каргейм у меня есть у меня тоже есть против next каргейм я ничего не имею нам уже она больше похоже на игру чем год назад вот не знаю насчет того как на каком у нас там сейчас этапе развития но когда в последний раз играл было нормально там был даже как мультиплеер и он целом работал то есть флэтаут тоже нормальная тема я не люблю вот эти соревновательные гонки где вот ну прям гонки 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 я люблю чтобы можно было там попадаться подъебать можно бодаться но никто не мешает делать особенно в первом там шикарнейшая физика повреждений самих автомобилей но не не помню насчет первого но какой-то вот из гридов последних я смотрел там было очень скучно не помню какой там автоспорт что ли да а ну автоспорт да он такой вот автоспорт автоспорт вообще говно полное от стрим смотрел и мне не понравилось сингл там еще нормальные на мультиплеер они просто со второй части вот эту долбоебическую хрень ввели там с этим а нет в первой части тоже не не было в первой части за срезы на со второй части появился так говно что чуток там парой колес проехал мимо трасса на повороте штраф за срез тебе выключают блять пультом каким-то удаленно двигатель и ты стоишь тупишь ну вот это вот дерьмо я терпеть не могу и вот поэтому у грид автоспорт меня вообще не возбудил первой части этого нет там все с этим нормально бортуйся сколько хочешь срезай сколько хочешь по моему игра упала ну у тебя просто предубеждение какой не погоди но вот сейчас выяснили что как минимум насчет автоспорта у меня не предубеждения так она еще и есть хотя в первый сколько раз звали там обещал даже как раз прийти все таки меня победить но в итоге тоже слился не уверен что это я слился ты слился сейчас напомнят в чате ну-ка давайте вспоминайте когда ты еще в каком то из предыдущих перед этим стримов тоже сказал что я приду макс обгоню а потом если пришел то на комменты от силы хотя по мощи не заявил хотя может это и было все остальное а ладно дурака ебать только хуй тупи вон гаи шо было такое плюсуют плюс не знаю плюсуют все что я классный по моему самый лучший стрим по гриду где был костя вот пишет а точно я помню что вот с каким-то гридом была тема мы договорились если у меня будет ключ если если ты мне купишь да вот вот это я точно помню помню второе это было ли автоспорт но я там никакие договоренности не нарушал что-то как-то вспомнил слегка какие-то на стриме по мартал комбату от мут узел и как-то легче на душе стал но это ладно хорошо пускай и на твоей улице будет фразник вот там кто-то задонатил а ты не прочитала в этом твою-то мать она у тебя в верхнем левом углу я то жду здесь рядом с чатом справа сейчас прочитаю у меня же логи я я вот краем глаза просто ловил но не до конца задонатил фы в фы в аж 500 рублей игрит больше стримом ты больше стримов по ночам на dv самое то на dv дневники вампирах да я тоже задумался так у меня там по и не водолаза чё там чё такое dv дневники вампира дантил вон почему не в ромера а в термоф но мы решили разнообразить этот вечер поиграли в одно немножко поиграем другое дальний восток голосовые донаты мне ему но это лишь не сделаны но поскольку это слишком хороший повод для троллинга голос включается если сумма больше тысячи яска когда у вас и был стрим транслировал металл гир я к нему в эфир и короче ну я увидел эту тему что там голосом проигрывается сообщение если ты задонатишь я ему задонатил и написал сообщение концовку мгс-5 и в прямом эфире она была проговорена вот этим голосом да был такой прикол он еще так интонация у него нормальная не как у этого идиота в гугле а он такой прям вдумчиво так рассудительно озвучил эту фразу или ты составил так умело или чё это так прикольно вася еще застрял на моменте прикольно я просто сидел в восторге смеялся радовался шутка самосмейка доволен собой такой все там пуканы рвутся в чате хотя я не помню нет особо на самом деле не рвались поздно вот если ты так сделал в первом же стриме вот если б я так сделал до выхода мгс у меня была возможность естественно вот тогда бы да тогда бы хорошо было вон началось скиньте ссылку на этот стрим 500 рублей все почувствовали вкус денег так и все куда ж ты смотришь там мать ой господи они ведь такие прикинь сейчас им ссылку кинут они пойдут посмотрят этот момент возьмут вася задонатят на канале так два так одного нашего уже убили второго почти убили но тут не работает конечно вот эта тема когда ты уходишь один на какой нибудь этаж и манишь себя героем обычно не работает конечно не я в радугу не зайду у меня ее тупо нет я ее не умею по стенкам внешним ходят я вообще что-то смотрю на список релизов в этом году и в следующем как-то кисну так такое ощущение что раньше как-то больше было интересно хотя казалось бы столько казалось бы next game next game да ну я смотрю на это думаю абсолютно неинтересен вообще от не возбуждает вспоминаю дом 3 вот трейлеры были ой 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 вот меня сейчас привлекает только fallout там кстати были вопросы насчет того чего мы ждем ну в плане вот реально чтобы ожидать кроме dlc к ведьмаку ну вот как я уже говорил до nfs и по большому счету все ну hitman постольку поскольку потому что хитман хочется верить что будет что-то прикольное а больше ёкарной бабой и нечего назвать реально чтобы вот прям ну battlefront такой прикольный на вид ну это по твоей части я как-то с онлайнами так равнодушен ну погоди тебе же по моему как и мне всегда нравилась эстетика звездных войн да но если приправлена драматургии не battlefront он выглядит очень красиво он такой ну безусловно он казуальный то есть это ничего общего с battlefield там просто стрелять там простой матчмейкинг там нет вот этого жесткого класса выделения там можно из обычного бластера раздолбать всякие ате ате и прочие шагоходящие постройки вот ну я думаю там тоже ненадолго хватит battlefront скорее всего я тоже наверняка конечно приобщусь поначалу поиграем ну да ну наверняка это недолгая история то есть battlefront за счет хайпа вокруг star wars он проживет конечно дольше чем siege и тем более hardline но вряд ли надолго плюс там по старой схеме будут продавать карты а это плохо так что я пока не предзаказывал battlefront и не планирую ну наверно я буду делать видео обзор battlefront так что как ни крути где то надо его доставать либо и либо покупать но предзаказывать вот прямо вот для себя нет никакого желания так все отвалилась игра ясно а вот вспомнил тоже уже затих он как-то но quantum break мне все больше нравится да мне что-то вообще скажет демонстрация наоборот все меньше привлекает во-первых вся концепция вот этого симбиоза с сериалом совершенно никак не оправдывает то есть получается хрен с ним сериалом в плане чисто вот именно процесса в отличие от всех остальных игр которые ну вообще реально ничего не предлагают необычного здесь вот я на это смотрю так он тоже ничего не привлекает не предлагает ну а где вот подобное было с обратно управлением времени в целях решения каких-то а то там же нет управления туда обратно там можно фризить время и и все нет вообще да нет там реверса там нет так где ты должен повлиять на время и чтобы пройти дальше там разрушенный мост где ты должен там назад отмотать когда он еще не разрушен но это было вот-вот буквально недавно в ремембер ми да погоди там шифт он давно был а вот недавно была ремембер ми да мы ее с тобой же стримили ты все про задницу там рассказывал да ну просто не дошли до тех эпизодов где по моему можно было как-то на время влиять но в целом было плюс я ну я смотрел всякие вот эти презентажки то quantum break не знаю как-то меня не очень возбудило ну опять же это xbox only пока что тут все ясно quantum 4 конечно вспомнили ну это само собой еще кстати из плойковских по моему они там тоже на пик выходят что-то меня внезапно зацепил даже не знаю почему я его видел раньше ролики последняя презентация сука как же называется грифт нет ты удивишься сильно короче аркадная фигня основанная на физике где главный герой из ниток состоит а этот а у меня с вот я тоже забыл название ну классно мне очень понравился геймплей вот как он продуман с этими головоломками фишками с тем что нужно с да 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 ну не мне не особо понравилось ест ну фиг знает задумка классно Ну, главное Uncharted 4 Пускай потом делают Naughty Doggy Last of Us 2 Вот реально Удивительно, мне фактически PlayStation 4 Была продана Самим предположением Того, что Naughty Dog Однажды сделает Last of Us 2 Last Guardian, да Last Guardian тоже жду Меня она как-то Порадовала еще в 2000 Не знаю, в каком 7 или 8 Году, когда ее впервые Показали Кстати, да, она прикольная Японский колорит меня все равно смущает Не, ну вот тут как раз Нет какого-то японского колорита Она реально милая То есть, и вот этот японский колорит Он есть в МГС А в Last Guardian Там такая Необычная Милая концепция Там из японского колорита Разве что, не знаю Одежка вот этого мальчика Который бегает В вот этих вот сандалиях Не знаю, как они называются Horizon Да, Horizon тоже выглядит Horizon Zero Dawn Выглядит любопытно Это там, где Какие-то непонятные динозавры Техногенные И в главной роли Рыжая девочка Хотя, скорее всего, тоже Open World Дрочильня В духе Юбесов Ну, скорее всего, да Но выглядит, по крайней мере, красиво Как и все игры Юбисофт Задолго до релиза Ну, там говорят, что Вот эта демочка Они же демочки возили По По конференциям Говорят, что вот Как в роликах А, ну и, конечно же Новая Мирор Седж Да, хотя, опять же Пугает концепцию Открытого мира Блин, читай комменты Я читаю Че-то Че такого важного Я пропустил Мы планомерно Отвечаем на вопросы Почему Меня спрашивают Как там поживает ремейк Opposing Force Я не понимаю Ремейк Понятия не имею Ну, видимо, имеется Есть фанатский проект Типа Как Black Mesa Source Только По Opposing Force Он поживает нормально На ModDB.com Зайдите Проведайте Делают долгу Как обычно Лет через пять Может, доделают Пять секунд Для инсеркции Опп-4 Не найдет Био-хазер-контейнер Они попытаются Локировать Время Время Что Если The Division Будет Хороший Такой Установка Вопроса Мне нравится Прекрасно Будет Чем Больше Хороших Игр Тем Да Но Наверное Не Будет Потому Что Там Уже Бросили На Помощь Мессив Студию Рефлекшн Когда Присоединяются Дополнительные Студии Это обычно Дурной Знак А Точно Kingdom Come Да Ее я жду О боже Ебать Это Какие-то Пидорасы Решили Повзрывать Фейерверки Нормально Отлично Сюда Что Вам Блять Руки Поотрывало А прикинь Если кто-то Сейчас Слышит За окном То же Самое И осознает Ебать Я живу В одном Доме С костей Ну тут Много Домов Во дворе Скоты Блять Пиздец С такими Мразями Конечно Не знаю Сегодня Понятно Короче Че 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 Они Это Люди Празднуют Своё Рождение Потому что Сегодня Всемирный День Контрацепции Им Надо Как-то Отметить То Что Они Не Стали Жертвами Вообще Не Понимаю Людей Которые Таким И Любыми Подобными Образами Внимание К Применить Так Один 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 Да, мрази, конечно, тошно. Бедный кот пробудился. Реально, что вот происходит в голове у людей, которые решают в 4 часа взорвать ферлю. Ну, то есть реально, насколько надо быть конченой мразью, чтобы такое устроить. То есть, ну, окей, я там сижу, стримлю, ну, ладно, мне там они не мешают. Ну, вот маленькие дети спят, спят, там, ветераны Великой Отечественной войны, ну, все нормальные люди спят в субботу в 4 утра, отдыхают после рабочей недели. И вот какой-то пидорас решает, что очень прикольно будет взорвать фейерверк, ну, как бы, не знаю. Это у тебя еще этаж. Какой там забыл? Этаж у меня 8. Вот, да, у меня первая, меня еще сюда же в этот же список дико нервирует долбоеба, которые считают, что у них самая охуенная в машине музыка в мире, поэтому они заезжают у дворы, знаешь, с максимальной громкостью. У него у дурака, у самого уже сотрясение мозга от того, что он с такой громкостью в машине музыку слушает. Но он совершенно уверен, что всему району очень хочется разделить с ним удовольствие от прослушивания. И это особенно прикольно, когда это дабстеп какой-нибудь и прочее. Дабстеп, дабстеп, дабстеп. Похоже, у нашей команды проблемы. Ох, один на троих. IQ у нас, девочка, осталась с аугом, но не, это фейл. Агентство не очень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы его замьютим для начала Двести девяносто человек Меж тем, мы с нами до сих пор в 20 минут пятого Как хорошо, что завтра выходной И не надо, вернее, заморачиваться С игромиром На которой мы всех очень-очень ждем Стрим специально, чтобы, наверное, насобирать на Until Dawn Да, вообще, чрезвычайно успешно собираем Я, кстати, почему-то думал, что ночью вероятность больше словить донат То есть, если как бы... Ну, особенно... Не летом, все-таки не спать ночью, наверное, могут себе позволить в основном Людей... На самом обеспечивании состоятельный Да А походу-то нет Почему ты не спишь? Почему все не спите? Мы тоже удивляемся Почему? Почему мы не спим Двести восемьдесят шесть человек Так, так, обезопасились Ребят, кто знает в чате, почему не было игрозора? Кто знает, напишите, мне самому интересно Почему на этой неделе не было игрозора? Кстати, там есть такие, кто не заметил, что он как бы давно не выходит Ну же, давайте Его не закрыли Его заморозили Вг! ну если она в этом году будет то наверное будем стремить но есть подозрение что у них там дела не намного лучше чем у нас так вот это меч просто противостояние века да сука на их чувак чувак на что ж ты надеялся сердечко застучало такой был голевой момент так надо сохранить саша и глеб не то что не хотят делать игрозор и некогда его делать глеба сейчас хватает делов но можно наверное так для бодрячка в пол пятого утра спыли рнуть чтобы все кто нас сейчас смотрит и не спид первыми узнали что в инфакте глеба вы сможете услышать в октябре он дебютирует попробуйте себя в этой роли посмотрим что из этого получится а то мне нередко лень даур когда увлекается инфактами проебывает историю лары который должна быть вчера ну смысле сегодня смысле нет вчера уже то есть в понедельник так что посмотрим так в подвале чисто рад за него да я тоже рад по ходу третий этаж не вот роли плейтся в рейнбусе же прикольно счет так за кого вообще играет а все понятно ха 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 ну сгода бля ну а вы чё хотели чё думали я в это время объявлю дату выхода игрозора что ли нажим на афише написано приходите на игра мира на наш сходняк да вот там все будет чтобы узнать дату возвращение игрозора так один есть нет у нас не в офис и не было никогда у нас некоторые в таких ебенях находятся там вообще офисов нет так на сходнике видео будет но не про волосы но какой нибудь будет есть опять костян затащил не ну в этом году кстати будет не столько прикольный граммир сколько приколен комик-кон там приедет три шах элфера прекрасная три шаха и вообще и вообще так это тоже надо сохранить так опять пришел какой-то любитель странных вещей его я тоже замьючу странные люди пойдет ли команда сг общаться в неофициальной обстановке после официальной пресс-конфы ну скорее всего нет ребят просто понимаете у нас же работа там у многих поэтому вряд ли это медисон да нет медисон да так не стал сходка да она у нас заканчивается начинается в час напомним лишний раз в субботу в следующую заканчивается в два и это еще самый разгар игромирского сока поэтому никуда идти после этого на какие то автор пати смысла нет так это параша можно на сходняк как-то попасть не идя на сраный играми увы нет ну можно пойти на комик-кон хорошо что ты меня перебила я хотел поговорку про рыбку рассказать так второй этаж в годные люди бухие вот я и снесу насколько надо быть нет я понимаю надо быть надо выпить литрушечку бакарди чтобы вот стримить как костя осаду в такой время в субботу но сколько надо выпить чтобы в это же время зайти на этот стрим чтобы написать комментарий о том как ты чешешь свой писюну то это вот я затрудняюсь с предположением ну это наверное тот человек который ожесточенно спамят всякую фигню да он там уже вернулся хрен с ним пусть спамят ему кайф и ладно передеть при бабах вам ему нравится ну так как меня уже убили меня не затруднит тайм-аунт ему втопить и моя команда справилась почему все думают что это Мэдисон не знаю не знаю это странно Мэдисон слишком ленивый чтобы заводить себе фейковые аккаунты хе 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 так 3 на 2 мы ведем сейчас нам надо срочно выиграть ааа мы вырыли уже есть вот это тимплей еболоте вспомнили помнишь еболоте нет напомни да флудер это был на одном из гташных наших пятничных стримов если я ничего не путаю с ником каким-то макаронным таким ты его прочитал как еболоте или я прочитал так или он и правда был с таким никами шипом но это это слишком древняя история чтобы помнить так надо почаще сохранять видосики что ты даже про бледел не помнишь историю не вот это я конечно помню как ты зафейлился тогда с именами актрис но Brothers и вообще не про имена Актриси говорил я про шлюху говорил а ты не нёс шлюхой никто не помнит были был все помнят это как ее там альбу альбу да какое классно ну вот как тебе кстати сид шо ты смотришь и и как ну мое экспертное мнение что слишком редко сиськи на экране появляются вот такой есть так одну бомбу я задетектил вторую бомбу задетектил другой чувак чужой второй раз пишет про твоего деда и медали дед не знаю странно уже второй раз пишет что ты там что-то обещал до деда доебаться с медалями или это вообще мне нам в сервере вряд ли мне кому это чей там дед про что речь чуваки давайте через гараж и и сначала я кластерную бомбу прикройте чтобы перестал в кс играть это она перестала в меня играть я сейчас сообщение что ладно классная бомба отменяется один есть стрим про симулятор хирурга и ты там говорил что то про медали в стиме которые видимо обещал какому то своему деду показать они не помнят а кс залаки были вообще говнину какой много кучу магols месте пересадка у мозга Echo может заполнил Максимово научное изыскание в области медицины. Ну, знаешь ли. Не, ну он же сейчас... Я думаю, как его, который говорил, что земля круглая, тоже. Сейчас же собирают голову пересаживать. Забыл, как зовут доктора. Вот интересно, пересадка головы, она в чьих интересах? В интересах тела или головы? Ну, обычно головы. Ты бы свою башку пересадил куда-нибудь? Вот там же один из главных претендентов на пересадку, русский чувак, у которого паралич, по-моему, церебральный или что-то такое. Ему нужно тело. Ты, кстати, не смотрел вне себя недавний фильм? С Райаном Рейнольдсом? Да. Не, не смотрел. Прикольная, кстати, киножка. Не скучная такая. Фу, ой, блин, извини, блядь, я думал, я отвернул микрофон. В итоге закосплеил Леню. Пересадили, короче, им головы. Я помню, был классный фильм схожей тематики фейсов без лица с Николасом Кейджем и Траволтой. Не совсем про этот фильм. Ну, фильм не совсем про это, но у них же в итоге деформировалась личность у каждого из них, но в первую очередь у Фирмы Кейджа. Конечно, легендарный. Прекрасный совершенно. Джон Ву вообще красавчик. Удивительно, что с такими узкими глазами можно так классно снимать кино. Тут хотят экспертное мнение, я подозреваю, что обращается вопрос к тебе... Ой, блядь, он уже промотался, я тут отвлекаюсь. А, ща. Твою мать. А, во, кто круче, Меган Фокс, красивее. Меган Фокс или Джессика Альба. Ну, мне больше понравился Джессика. Новый хитман. Я смотрел, уже говорил про него час назад. Полярс, не очень охота. Стопгеймс, смотрели стримы лирика самого топового стримера. Я первый раз слышу чуть-чуть. Да, я тоже. Тоже лирик какой-то. Ну, мы ж стримы не смотрим. Возьмите бронежилет, кто не взял. Я думала, ты за Меган. У нас, оказывается, мадам смотрит. Воу-воу-воу. Я за тебя, детка. Сейчас у него седат активизируется, который там писюны чешет. Ну да. Меган, пальцы уродливые. Ты успел еще пальцы смотреть? Палец большой, да. Вечная драма. Большой палец Меган Фокс. А что у нее с ним? Ну, там ноготь такой неприятный. Блядь, вы это замечаете. Зачем? Сука. Смотрели ли вы фильм один плюс один? Я нет. А я вот смотрел довольно унылый, если честно. Но не мое. Там такая милая трагикомедия. Я не очень таким жанром. Бейонс или Ким Кардашьян? Кто-кто? Бейонс или Ким Кардашьян? Я не знаю, как сейчас Бейонс выглядит, но знаю, что Ким Кардашьян это какой-то мутант страшный с огромной жопой. И я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Смотрели хижину в лесу? Да, кстати, классный фильм. Да, здоровский. Там еще очень милая актриса, которая еще играла в карточном домике. А ты пасхалку к Фиру там нашел? К Фиру? Ну, там же много вообще пасхалок, да, я их видал и Клэп Фудеды, и к Фиру. трейлер эфира. Да, да, я еще посмотрел какой-то разбор этого фильма на предмет пасхалок, там очень много всего. Ну, еще бы, да. Бобры зомби, кстати, блять, я смотрел Бобры зомби, не знаю, зачем. Не знаю, смотрел. Ничего оттуда не помню. Помню только, что называется правильно, да, фильм действительно об этом. Это все, что я помню. Вот иногда такое бывает. У меня, правда, редко, знаю, что у некоторых часто. Просто идешь и начинаешь смотреть на эту хуету. Беспричинно. Так, чуваки, давайте заходим сверху. Сначала я кластерную гранату. Бомбу. Со стороны А. уверенность некоторых людей в том, что это Мэдисон наводит меня неизбежно просто наталкивает на вопрос откуда вы о нем такие подробности знаете, чтобы подобные выводы делать. Ах ты, ёб твою мать. Блин. Моя многоходовочка не сработала. Чё-то походу нас сейчас вздуют. Уже не тащишь, да? Да, да. Костя, на Игромир в камуфляжных штанах пойдешь? Это какой-то мемасик происхождения которого я утратил. Я никогда не носил камуфляжные штаны. Найт-кроулер с Жилинхо. Смотрел? Хочу, но нет. Пока не смотрел. Очень хорошо сейчас действуют наши действуют наши госпожа IQ. Я уже на данном этапе не очень понимаю, что ты сейчас пошутил? Не, 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 я не пошутил. Ой, нет, скрывайся, 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 скрывайся. А прикинь, это мужик. Ну, это, скорее всего, мужик, но он играет за женщину. Очень хорошо играет. Давай, давай, красота, Ой, молодец. Вообще прям. Flowers Victory. Есть. Че там, не накидали мне еще на Until Dawn? Неа. Жмотят. Причем тут этот ковырятель в попе пальцем сказал, я не Мэдисон, и все сказали, что кто был Мэдисон. Ну, в этом случае, не знаю, в этом случае я бы поверил, что он не Мэдисон. Был бы это Мэдисон, он бы уже Костя по-любому задонатил на Until Dawn. Митинская мафия не забывает друг друга. Костя был фриком в школьные годы, который всюду бегал в камуфляжных штанах. Я был, конечно, фриком, но я не бегал в камуфляжных штанах. Че-то мне стало интересно. Ты кто вообще есть-то? Джи-джи-джи-восемьсот девяносто семь семь семь. Ни о чем тебе не говорит? По-моему, никого из моих одноклассников так не зовут. Так, призвать к себе в отряд людей. Начали уже даже новую песню для Бонда обсуждать. Блин, такое говно. Я послушал прям вообще худшая, по-моему, в истории Бонда песня. Ты не слушал еще? Не, а я... Мне не нравится новая линейка, кроме казино рояля. Охуенно. Ну там, короче, педераст какой-то спел песню, спел ее ожидаемо плохо. Не тот, который выиграл в Евровидении? Не-не-не. Какой-то неизвестный совсем. Так, степ три. Понятно. Короче, прикинь, мадам не приедет на сходняк, потому что мы сказали, что не пойдем после него бухать. Какая мадам? Ну, та самая, которая мелькает сейчас в чате. Пусть... Которая ты уже тут... Пусть подтвердит свою мадамственность, и мы обсудим приватную сходку. Вот так вот. Погодите, Костя с мэдом кореша? Слышали этот вздох? Вот и думайте, что хотите. Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Наконец-то новая карта. Так, паркинг. Меня интересует Кост, пишет мадам, и я давно уже развиртуализировалась. Ладно, счастливо тогда. Удачи. Можешь не приходить. Ну, она переживала, что и из Смоленска далеко ехать. До Словении и Смоленска еще дальше. Теперь уже я не переживаю. Счастливо. А Кост правда можно будет теребить на сходке? Да. Инфо-сотка. Это она тебе сказала? Ну, почти. Так. Второй этаж. Третий этаж. Странятный, короче, эти камуфляжные штаны, это тоже плод какой-то нездоровый любви Мэдисона к тебе. Ах, это любовь. Давайте заходим по стене со стороны Б, сначала я кластерную гранату. Я уже из научного интереса наблюдаю, реально, счетчик не только не падает, растет, падла. Люди просыпаются, а здесь. Костя, знаком ли ты с термином лисицы и виноград? Лисицы и виноград, не знаю, не припоминаю ничего такого. Минус один. Закладывайте. А, все. Костян затащил. Че-то подумал, что особенно охуенным этот стрим был, если бы еще была вебкайна, которой ты тоже нихуя не говоришь. Не шевелишься и просто так стеклянными глазами смотришь на меня, вот. Такой экшен. Ну, я человек не очень эмоциональный, мне нет смысла стримить с лапкой. Я сижу просто с каменным ебалом. Так, че-то кот куда-то убежал после фейерверков. Не видать его. Спрашивают, не из горького ли я родом? Еще из какого? Из горчайшего. Из какого именно города мой батя? А что? Конкретно жил он... Ну как? Ту часть жизни, которую жил на свободе, жил в Луганске. А родом он непосредственно с Молдогвардейской, там рядышком. Ну короче, Украина, официально я полухохол, как и Костя. Если кто может, укрепите стену возле меня. Понятно. Вот здесь вот. Можешь кто-нибудь укрепить? Ладно. Не, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Не, Заки, мы тебе уже не поможем. Не поднимайтесь. Эх, хохла сарачика бы сейчас. Ну, Костя сказал про стену. Тебе построили там стену где-то сказал укрепить? Нет, к сожалению. Вот, прям как хохлы на границе с Россией. Все, можете продолжать в чате дальше сами. Ну же, девы. Два на четверых. Как вообще реально не знать, кто такой лирик? Лирик, я вообще на самом деле не в курсе абсолютно. Стыдно не знать, кто написал шестую симфонию Шостаковича. Какой лирик вообще хуй с ним? Спускаются по лестнице. Либо врать, либо никогда не заходить в топ-твитча. Я никогда не заходил в топ-твитча. Так, минутка. Косота. Бухой Макс, играющий в МК, был эпичный. Ну вот, подобное не исключено в обозримом будущем. Но зависит от вашего доната на Until Dawn. Сейчас, да. Шостакович не собирал по 40 зрителей. Зацепился что-то всем этот Шостакович. Грустно, что, блядь, не знаете, товарищи. Знали бы, писали бы правильно. Он не Ше. Он Шостакович. Ши вон там, шизы. Сколько собирал Шостакович? Сколько на Твитче у него там было в Среднен-то, а? Что он такой крутой? Тот самый внутренний мир, который только глистов вдохновляет. Будешь ли ты приобретать для себя в будущем Oculus Rift? Или что-то потом? Кстати, по-моему, уже развернуто на эту тему тоже. Я лично не собираюсь. Мне это не интересует ни разу. Не возбуждает в плане порнухи. Ну, не знаю. В плане порнухи как раз вообще замечательно. Да, forever alone. Не, я понимаю. Но мне вот как раз. К тому моменту, когда это станет достаточно качественно и доступно, муштавость. Найдешь, мадам, ищи. А, ну да, снял очки, да, и все. И норм, да. Так, как мы пойдем, как мы пойдем. Я как бы понимаю, почему некоторые разработчики не стремятся вообще ко всем этим манипуляторам излишним и виртуальным реальностям, потому что ну, сколько не казалось бы, вот массовая аудитория ориентируется в основном на отдых, и вот эти вот миллионы, которые даже мы в новостях считаем, миллионы проданных копий той или иной игры, из них, на самом деле, смешной процент все эти новости читает, рецензии, патчи качает и интересуется всем этим в действительности. И только этот процент, и то не весь выражает какой-то ну, реальное желание там заморачиваться с этими очками, а большинству людей хочется прийти и ничего на сядь, не надевать, а после тяжелого рабочего дня, наоборот, сбросить все, что-то поможет. Короче, Макс ничего не понимает в парнухе. Потыкать в кнопки. Потыкать в кнопки. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, двигателем Oculus Rift'а может в теории стать этот Star Citizen, но у Star Citizen сейчас очень сложная жизненная ситуация, поэтому хрен знает, как пойдет, тем более, что, как выяснилось, компьютер, подходящий для Oculus'а номинально, стоит в районе тысячи долларов. Это много, это реально много, тысячи баксов в цивилизованном мире, там, в Европу, в США, на компьютер, это, ну, серьезное бабло. Это именно стационарный. И, как бы, хрен его знает. Я лично пока, ну, в ближайшем будущем каких-то перспектив для виртуальной реальности не вижу. все зависит от того, как Facebook, в первую очередь, будет продвигать эту тему, но это займет какое-то время, естественно. Ну, естественно, сильно все зависит от порноиндустрии, потому что вот порноиндустрия, там, шутки шутками, но это главный двигатель виртуальной реальности на сегодняшний день. Там, что у нас, кто? Sony делает свою виртуальную реальность, там я вообще не знаю, чего ждать с Project Morpheus'ом. Он будет на Игромире, там, наверное, можно будет посмотреть всем в него. Да-да-да, он больше так не называется, PlayStation VR. А, да, PlayStation VR, точно, да, я совсем забыл. Но, как бы, не знаю, PlayStation, там, старые игры с прошлого поколения, дай бог, в 60 FPS еле-еле вытягивает. А чё ж с PlayStation VR? Не знаю, не знаю, поглядим. Ганнибала смотрели, как концовка третьего сезона. Второй-то был клинический, абсолютно. Я второй не осилил. Ну, я осилил, концовка там просто олигофренская. Так, поржать посмотрел первые то ли три, то ли четыре серии третьего, но всё уже дальше не смог. Я посмотрел где-то первые две-три второго сезона, очень скучно. У меня просто нежная любовь к первоисточнику, обожаю книжечку эту Томаса Харриса. Только из уважения к нему преодолел, ну всё уже, третий вообще невозможно смотреть. Чушь неимоверная. Какое-то необычное расположение бомб. Чё-то я завис. Правда, такой маньяк, работающий в полиции, убивающий других маньяков, как бы, в упрёк. Я ищу где-кто намекнул на Декстера, и до меня доходит, что походу речь про Ганнибал. Ну, если я ничего не проглядел, и это действительно, как бы, в знак претензии к Ганнибалу, то начнём с того, что он не работал в полиции. Есть. И в оригинале это просто книжка про психологию. Очень классная книжка про очень классную психологию. Ну, впрочем, как и оригинал фильма, в смысле, с Энтони Хопкинсом. А здесь, в сериале, они, конечно, визуалисты у них чудесные. Ну, а когда три сезона подряд они сочиняют каких-то мелких маньячков, каждый из которых, блядь, изобретает какие-то убийственные там картины, всех как-то распинает. Блядь, там вечно сверхъестественное, антинаучное убийство. Всё это смакуется, и становится всё больше и больше глюков и чёрных оленей там и так далее. Ну, визуально Ганнибал очень клёвый. Снят красиво, но... Да, его приятно смотреть, но... Но неинтересно. Да, здравый смысл там закончился ещё в первом сезоне. 4 на 5 у нас игра. Прогорит вся эта тема с VR через года два после выпуска, потому что это только... круто только из чувства новизны, как в своё время Kinect и Move. Ну, посмотрим. Как бы вот тут Facebook вступил в игру, а Facebook это серьёзное дерьмо. Проблема в том, что сейчас с VR взялись какие-то ноунеймы, третий этаж, которые делают там свои устройства виртуальной реальности за копейки. Это плохо. Потому что для начала вот необходима стандартизация, ну, как у Apple, чтобы были какие-то вот одни устройства, заточенные под определённое железо, чтобы пользователям, которые приходят в магазин, и не пришлось там выбирать, какие-то сяочки взять. Любая подобная хрень должна быть ориентирована... На массовый рынок. Массовый рынок, да. А массового рынка у виртуальной реальности нет и пока не предвидится. И примеров подобным инициативам масса там, начиная от 3D-телевизоров, этих 3D-очков, 3D-виженов задроченных, которые так форсили, такие баблищи вкладывали в рекламу и продвижение. Где они теперь все? После нашумевшего аватара, ну да, там, 3,5% семей купили себе домой эти телевизоры с очками. Очки потеряли очень быстро, на них нассали собаки, наступили дети, и все давно уже забыли про эту хрень. В игровой индустрии яркий, по-моему, пример, это тот же самый Физикс, который так форсился, так форсился. В итоге сдулся его NVIDIA, купила и тупо встроила в свои видеокарты. VR ждет примерно та же самая судьба. Стандартом он не станет. Никогда. Стандарт — это когда более половины, а точнее подавляющее большинство пользователей предпочитают определенное что-то. Никогда более чем половина пользователей мультимедиа не будут дома постоянно сидеть, нахлобучив на себя какие-то очки и шли. Ну да, скорее будущее за дополненной реальностью, как у Microsoft за HoloLens. Потому что, когда ты надеваешь очки виртуальной реальности, ты полностью выключаешься из мира. То есть сейчас задача у Facebook сделать так, чтобы когда ты сидишь в этом оккульсе, ты хоть как-то оставался в контексте жизни, чтобы тебе приходили SMS-ки, сообщения из социальных сеточек. То есть чтобы ты мог как-то вообще взаимодействовать со своим окружением. Если виртуальная реальность останется таким обособленным миром, куда ты вот заходишь, чтобы поиграть в какую-то игру, и при этом ты не слышишь, как у тебя телефон звонит, ты не слышишь, как у тебя кот просит поесть, как там тебя кто-то зовет, то, ну, это такое дело. Беспреспективное. С дополненной реальностью в этом плане гораздо проще, конечно. Ну да, дополненная реальность мне как идея нравится. Пишет, насколько я знаю, телеки с 3D продаются весьма себе неплохо. Вот меня всегда забавляет это. Насколько я знаю, продаются, но это, говорит, человек, который его не покупал, сам и не видел ни у кого. Не, а как бы просто сейчас все телеки с поддержкой 3D, и, естественно, они продаются нормально, потому что люди просто покупают телеки. Этим никто как бы не пользуется, и никому это практически не интересно. Это одна из глобальных таких маркетинговых ошибок, когда путают, насколько все-таки люди по-разному настроены на развлечения вне дома и дома, в торговых центрах, в каких-то энтертеймент-комплексах. Разумеется, там это уместно. Но если бы стандарты у людей и, скажем так, если бы всем нравилось дома развлекаться точно так же, как они это делают на выходе, то почему вы думаете, 5D там еще кресла до сих пор повсюду не стоят? 5D кинотеатры вот эти сейчас там с 5-минутными роликами, их понатыкали повсюду, но киноиндустрия тоже не стремится в эту сторону двигаться. В смысле нормальные фильмы. Почему? Потому что в кинотеатр-то мало кто ходит, по большому счету, особенно в России. А дома все привыкли смотреть. Без 3D, без брызг, без ветра, без ничего, развалившись на диване. Ну еще проблема в том, что сейчас в 3D почти никто не снимает. Технология не особо зашла, сейчас делают конверт в 3D. А конверт в 3D это, ну, не технология, это просто удорожание билета на ровном месте. Как бы есть Хоббит, есть Аватар Кэмерона, и, как ни странно, есть Обитель Зла там какая-то, не помню, четвертая что ли, которая реально в нормальном 3D, которая можно смотреть. Так-то больше и ничего нет фактически. Блин, отдашли бомбу. Меня тут подкалывает диванной экспертизой из-за моего фразы про кино. Ну, если ты видишь выходной в субботу вечером полный зал, то ты поизучай статистику кинотеатров в России гораздо больше, чем востребованы. И живется им не очень хорошо. Да, тем более, что сейчас в России как раз дополнительные налоги вводятся на зарубежную продукцию. То есть, мало того, что само государство не шибко способствует, так и люди просто отваливаются стремительно, потому что доступны становятся блюрейки, тем более, что их можно скачать через торрент. Доступны становятся крутые домашние плазмы. И когда выбор стоит между кинотеатром, где ты можешь случайно оказаться рядом с вопящим ребенком, где ну, много, может быть, сопутствующих факторов. И просто дома в комфорте посмотреть то же самое кино в 1080p так, как тебе нравится. Спокойно стави его на паузу, если захотелось поссать. Вот из-за этого падает спрос. Сука. Прям вообще flowers victory для наших соперников. Вот рэкер закроет, поползут в кино все. Прям все, бросят сразу, поползут. Так, ну, на этом проигрыше, наверное, будем потихоньку закругляться. Пять часов уже. Это уже как раз то самое время, когда спать уже поздно. Нет, как раз самое время. Сколько там у меня? Не знаю еще, но последок куплю какого-нибудь оперативника или скин для пистолета. сколько там у меня rainbow в 6 рублей. да, спасибо, кто был в моей команде, молодцы. Ну, то есть, мы чаще выигрывали, конечно, чем проигрывали. Это здорово. Антилдон еще не собрали, напоминают. Ну, да. Ну, не с удовольствием. Наш ошеломительный сбор за сегодня составил 900 рублей. Четверть? Нормально. Ну, короче, все. Пропьем и проспим. Ну, короче, не, не куплю. Походу, оперативник. Игра зависла. Ну, все тогда. Прощайте. Когда-нибудь... А, не когда-нибудь увидимся через 15 часов на стриме по Armored Warfare будем разыгрывать с Андреем кучу всяких аккаунтов клевых за 3000 рублей, которые продаются. Так что давайте, приходите.